Стройка в районе дома по улице Аллилуева 10 под особым контролем. Сегодня здесь продолжается возведение бетонной подпорной стены. Она необходима, чтобы прочно укрепить откос, обвалившийся во время строительства здесь четырехэтажного здания магазина с фитнес-центром. На данный момент проведен большой объем бетонных работ. Началась обратная засыпка грунтом откоса. Строительство ведет подрядчик ООО «Архитектурно-строительная компания». Стройка будет готова к концу сентября. То есть все благоустроительные работы по восстановлению альтобетонного покрытия, то есть Аллилуева 10 в районе жилого дома Аллилуева 10, будут закончены к концу сентября. Напомним, в результате дождей в начале августа на строительной площадке обвалился откос и часть дороги на придомовой территории. Ситуация создала реальную угрозу дальнейшего сползания грунта и даже обрушения дома. По мнению специалистов, авария произошла из-за того, что застройщик не предусмотрел своевременное проведение работ по укреплению склона. В ходе рабочей поездки на строительную площадку глава Владивостока потребовал от застройщика незамедлительно начать укрепление грунта и строительство подпорной стены, чтобы не допустить критической ситуации. После завершения основных строительных работ на объекте компания-застройщик в качестве компенсации жителям пострадавшего дома обещала провести полный комплекс благоустройства их придомовой территории, в том числе и проложить систему отвода ливневых и грунтовых вод. Они будут взаимосвязаны с магазином фитнес-центром и жилым домом Орелуи в Одессе. То есть они будут проложены. Наблюдение за строительством объекта и подпорной стены ведет инспекция государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края. Также постоянный мониторинг по поручению Виталия Веркиенко ведут специалисты Управления градостроительства и архитектуры. Фотоотчет практически ежедневно предоставляется главе города. Дмитрий Беломеснов, Алексей Заровный. Новости на восьмом.